Я долго составлял себе какой-то вообще план, я не понимал, как жить при этой власти, потому что какие я мог там писать книжки, литература была фальшивая, значит, можно было писать что-то историческое, но тоже не про всех. Короче говоря, я остановился на таком историческом сегменте, и даже краеведческом. Ну, просто это была литература, в которой не допускались ирония, сомнения, отчаяние, и даже просто печаль. Упоминание о смерти, упоминание о несчастье, если только оно не перекрывается каким-то большим счастьем и так далее. Литература, воспитывавшая в людях такой несколько дурацкий оптимизм. Ну, плюс социологическая схема, если речь идет об истории, то, значит, история ведь заклонилась к тому, чтобы рано или поздно в России началась советская власть. Ну вот, а я филолог по образованию и так далее, значит, мне нужно было историю литературы. Про историю литературы тоже все было ужасно сложно, вот потому что надо было вписать каждого автора в эту схему. Ну, поэтому я подавал эти бесконечные заявки, я ведь еврей, тогда чуть не сказал, был еврей. Тогда это было довольно важно, я был еврей, беспартийный и так далее. И мои заявки просто отклонялись под самыми разными предлогами. А я всякие писал, у меня была такая серия, ну, какой-нибудь писатель в Петербурге, Петрограде Ленин, Тургенев в Петербурге, Гаршин в Петербурге, Писарев в Петербурге. Все это меня отклоняли. К тому же я хорошо писал, что уже было известно, я писал какие-то статьи и так далее. То есть был человек, как бы сказать, на подозрение и раздражавший просто, потому что это была диктатура бездарных. И всякий человек, который проявлял какие-то способности, должен был доказать, что если он не бездарный, то он хотя бы готов в любой момент к подлости. А иначе он чужой, подозрительный. Короче говоря, у меня набралась какая-то целая папка, до сих пор где-то есть, этих заявок, которые я подавал в издательство. Они все отклонялись под разными предлогами. Например, над этой темой как раз сейчас работает сотрудник Пушкинского дома. Ну и так далее. Но в конце концов, значит, за много-много лет, вот где-то, значит, сейчас скажу, сколько же мне было, к 47 годам я заключил первый договор с издательством Денгиз на историческую книжку на биографию Дмитрия Ивановича Писарева, литературного критика. Вот. То есть вот в 69-м я начал ее писать. Нет, это я начал ее писать в 69-м. А к 79-му мне удалось, в общем-то, дело дошло до того, что ее должны были издать. Уже были, вот она есть. Гран-кин-абор там, все как полагается, корректуры и прочее. Но тут у меня случились неприятности с госбезопасностью, это долго рассказывать. Но, короче говоря, они ее тут же и запретили. И она вместо того, чтобы выйти в 79-м году, а уже даже была она в плане издательства, напечатанном и так далее, она вышла, значит, ждал я с тех пор, она вышла в 87-м, а написана в 79-м. Значит, я ждал что-то такое, да, 8 лет до того, как, ну, началась перестройка. Вот так, это была единственная книжка, которую вот я издал при советской власти. Ну, уже не при советской власти, она уже пошатнулась, да. Но по советскому способу. Заявка, обсуждение, редактура заставляют что-то убрать. Цензура, значит, говорит, что... Цензура, естественно, говорит, что вот тут у вас, у меня там был, действовал Иван Гончаров, как цензор, который жестоко преследовал Писарева, да, сидевшего в тюрьме. Ну, вот, значит, надо, чтобы нельзя же лорусского классика изображать злодеем-цензором. И много чего такого. Но, короче говоря, вот эта книжка, вот она вышла таким почти советским способом, на самый конец советской власти. Тут все более-менее понятно. И это была единственная книжка, за которую я получил гонорар. Она вышла по тогдашнему, самым маленьким тогдашним тиражом для исторической прозы, 30 тысяч экземпляров. Теперь неверообразимо большой этот тираж, да. Вот, но даже без этих потиражных я все равно получил деньги и первый и последний раз в жизни с семьей съездил в Крым. Вот такая была история, да. Это была такая история с этой первой книжкой, да? Советский Союз развалился, и все правила изменились. Советский Союз развалился, правила изменились. Я обрадовался. И, значит, обрадовавшись, вот на углу Литейного и Невского, есть такая в подвале галерея борей, тогда она только открывалась. И она вот стала издавать вот такого рода книжечки, значит, за счет авторов вот такой величины, да, маленькие. Я пошел, свобода печати, цензуры нету, значит, нужно просто пойти заплатить. По-моему, 200 рублей я заплатил. И мы издали 200 экземпляров вот этой книжечки, которая теперь «Толкование судьбы». А та называлась «Литератор Писарев». И это теперь такой библиографический, если угодно, раритет. Вот малюсеньким шрифтом, значит, вот без таких там иллюстраций, ну, изящная, по-моему, очень книжечка. Вот несколько эссе про живопись я издал, она называлась «Толкование судьбы». Это был 94-й год, то, что теперь называется «Лихие 90-е». Больше я… Это первая, то есть это первая и последняя книжка, которую я издал за свой счет. В принципе-то я считал, что это неправильно, как-то я, ну, как бы для моей гордости оскорбительно. Если читатель не хочет платить, то зачем же я пишу, да? Не хочет – не надо. Я никого просить не должен. Ну, вот, не такой отчиславный и самолюбивый, чтобы во что бы то ни стало видеть своими напечатанным. Но, тем не менее, вот… Не изменилось? Ваше мнение не изменилось? Не изменилось? Не платить в литературу, а не наоборот. Да. Думаю, да. Сейчас объясню дальше. Значит, вот это было, это вот наглядно, да, 90-е, лихие 90-е, «Свобода» пошел, заплатил 200 рублей, издал книжечку, вот она есть, ее все раскупили, все замечательно. А с этой книжечкой тогда еще писали мои друзья, так сказать, в кавычках, из госбезопасности сделали так, что тираж весь был выслан в какие-то республики Советского Союза. Мои друзья потом привозили мне эту книжку из каких-то кишлаков горных в Таджикистане, Киргизстане и так далее, где она была никому не нужна. А в Петербурге, в Ленинграде и так далее, она тоже довольно быстро разошлась, и теперь ее нигде нет. Я вот старые книги иногда пытаюсь заказать, в несколько лет лежит заявка, нет, люди не расстаются с ней. Вот, потом, потом уже было по-другому. Вот, значит, в 97-м году я, наконец, собрал свои эссеи. И этот был, это уже мне предложил издатель, он и сейчас существует, Володя Садовский, такой благородный меценат, который уже занялся каким-то бизнесом, небольшим очень. Он спортсмен, какие-то корты, какое-то обучение теннису. А я потом встречал таких людей, они существуют сейчас в книжном бизнесе. Вот некоторые такие энтузиасты, потому что издавать книги, надо сказать, такая же страсть, как их писать. Вот, и вот, значит, на заработанные теннисом деньги он издавал книжки людей, которые ему нравились. И вот, и более того, эти люди, они образовали редколлегию, вот этого альманаха, да, и издавали отдельные выпуски, и вручали премию имени Петра Андреевича Вяземского, премию за литературный аристократизм. Всего было, по-моему, три или четыре лауреата, я был вторым. И получил премию Вяземского вот за эту книжку, она называлась «Разговоры в пользу мертвых», 94-й год. Экземпляров, по-моему, не то 500, не то 1000. Вот, разошлась, да, все такое, вот премию за нее дали, и было много рецензий, да. Включая главным образом сочинение о себестоимости стиля. Вот 13-й выпуск альманаха «Урби», 94-й год. Это типичная была история, вот для меня, по крайней мере, нашелся человек, которому нравятся мои тексты, и он не пожалел своих свободных денег, быстро, так сказать, издал, да, плохая бумага, да, мелкий шрифт, да, ну, в общем, тем не менее, прекрасный подборник, никакой цензуры, мало опечаток, без денег, конечно, конечно, нет. Зато тут уже нет, было речи ни о каком гонораре, и с тех пор надо сказать, что вот со временем писали, я уже никогда ни за одну книжку, и это тоже типично, насколько я понимаю, для теперешнего литератора, ни за одну книжку не получил никакого гонорара. Десять экземпляров, это очень хорошо. Для литератора, может, не типично, вот для автора, который пишет миллионы книг, или за него кто-то пишет, он же получает гонорар. Таких несколько десятков всего, они, это есть такая книжная индустрия, и, да, действительно, значит, есть вот эти серийные, есть большие издательства, как АСТ в Москве, да, или Эксмо, да, ну, и здесь отчасти азбука, хотя она, по-моему, в гораздо менее прочном финансовом положении, вот, и они построены, да, как некоторые пирамиды, да, то есть вот у них есть какое-то количество авторов, а главное какое-то количество серий, и автор должен издавать желательно несколько книг в год, неважно, сам он написал или не сам написал, потому что первые-то сотни экземпляров расходятся, да, и дают деньги до издания следующей книги и так далее. Главное, тут не останавливаться, это как велосипед. Если остановишься, то он сразу упадет, на самом деле, это пирамида. Но тем не важно, откуда взяли первоначальный капитал, вообще ничто не важно, но такие люди есть, но их в Ленинграде, их вообще, по-моему, нету в Петербурге, по-моему, нет вообще, а в Москве, да, таких писателей человек 50, наверное, есть, которые получают деньги, и некоторые получают даже большие. Нет, у нас тоже вот Маринина, но это деньги не от издания книг, которые, собственно, не дают больших гонораров, а за продажу прав для телевидения и кино. Вот это деньги на перевод, на телевидение и на кино. Вот от продажи прав, которые издательство с автором делит между собой, получаются довольно большие деньги. Все остальные получают очень маленькие деньги. Ну, это даже и официально так, потому что типовой договор – это максимально 8% от, как это называется, ну, вот от прибыли, да, вот от того, что, значит, вот продали все книги, да, и вот у вас 8%, как правило, это немного, потому что средний тираж книжки, хороший тираж книжки, тысячи экземпляров или там две тысячи экземпляров, это очень небольшие деньги в любом случае, так? Вот, а вот есть действительно десяток других авторов, которых издают, ну, вот Пелевин, 150 тысяч экземпляров, но… Таких мало. Улицкая, Улицкая, Акунин, безусловно, Сорокин, конечно. Это дорогие книги, и они идут большими тиражами, и, конечно, издательство этим авторам нечто платит, и, в общем, благодаря большим деньгам, которые уходят на рекламу, очень большим деньгам, на раскрутку, да, удается и какая-то продажа. Но, на самом деле, если поговорить бы с каким-нибудь человеком, который разбирается хорошо, то есть охватывает и книга торговый сектор, и книга издательский, то, наверное, это все не приносит больших доходов книгоиздателям. Мне кажется, что в нашей стране пока что книгоиздательский бизнес, ну, книга торговая вообще дикий, дикий, просто дикий, там страшный. Там еще не так давно, 10 лет назад, еще убивали все друг друга издателя, или он уже один из самых кровавых. Вот. А книгоиздательский, он тоже, я думаю, в основном криминальный и основан на отмывании нелегально полученных доходов. Как правило. Как правило. Все на этом основано. Как правило, да. А с книгой это очень удобно, потому что вы можете показать, что вы издали 500 тысяч экземпляров, а издать 500 – это трудно проверить. И показать тем самым… Либо захотели, вам нужно показать прибыль, захотели – показали убыток. Это очень удобно, очень просто. Вот. Как вы относитесь к Детонцовой? Она же тоже к этим автоматическим… Да, плохо отношусь. А почему? Да не почему, просто, ну почему. Да, это… То есть не то, что плохо, это просто не имеет отношения к литературе. Это есть, ну, как сказать, такая промышленность, промышленность по производству препаратов, сжигающих человеческое время, да. Ну, то есть, в сущности говоря, по производству слабого наркотика. Там важна только сюжетная схема, ну да, есть люди, я сам читаю, уже почти только детективы, потому что, чтобы не жить в это время. Книга, есть такой препарат, который вы принимаете внутрь глазами для того, чтобы не жить в это время, да, забыть вот весь окружающий мир и все неприятности, и все, что вам… Весь будущий, весь ваш завтрашний день, который тоже ужасен, и вчерашний, который ужасен, и настоящий, который ужасен, чтобы выключиться. Вот так вот. Ну, нужны такие люди очень хорошо, но могла бы писать и получше. Западные пишут детективы лучше. Вот, гораздо. А этот… А этот… Топорно. Шесть книг Довлатова и шесть полок Танцовой. Очень показательные. Да, показательные, нормальные. Ну что, пойдем дальше? Пойдем дальше. Это, по-моему, сейчас 2004, да, это 2004, нет, значит, надо потом. Потом случилось так, что я заболел, казалось, что, может быть, и не выживу, и так далее. И опять нашелся благородный издатель, очень знаменитый в Петербурге человек, Геннадий Комаров. Человек, который издает несколько серий книг в издательстве, так сказать, Пушкинский фонд. Особенно легендарная его серия поэтическая, где он издал заранее, издал всех, кто потом стал лауреатами и так далее. То есть для поэта издать у него книгу огромная честь, потому что у него очень высокий и строгий вкус. Он такой издатель романтик, он благородный человек, он тоже где-то зарабатывает что-то такое. В одно время даже просто вагоны разгружал, а на полученные деньги издавал книжки. У него уже целый шкаф изданных им книг, и все они являются, значит, вот ценностью настоящей. Он вообще не издает фуфла, он издает только хорошее, только то, что считает первоклассным. Ну вот, мне повезло, так он ко мне хорошо относится, и вот он издал эту книжку «Успехи и ясновидения» в 2002 году. Издательство называется «Пушкинский фонд», это такой сборник эссеев. Лучшей книжки у меня нету, пожалуй, из эссеистики, потому что она очень чистая, аккуратная, с любовью издана и так далее. И это было совершенно замечательно. Вот, тоже, ну, то есть, все точно так, по этому же самому алгоритму. Находится издатель, который говорит, а давайте, Самой Ларонович, а давайте, говорю, а мне неудобно при этом, потому что я же знаю, что он не получит никакой прибыли в наилучшем случае. Ну да, тысячи экземпляров, они разойдутся, он все равно только окупит свои расходы. Не более того, я о своей выгоде уже и не говорю, да. Но вот, тем не менее, находится, издает, выходит книжка, она становится замечательной. Это 2002-й, да. В этом же 2002-м, в издательстве журнала «Нева», который я в этот момент покидал, тоже, значит, издатель, которого звали, господи, как стыдно, сейчас вспомню, как же его звали, это, боже мой, Викторович, Антон Викторович Вознесенский. Он был гендиректор издательства журнала «Нева», где я работал, ну и тут, это можно сказать, по блату, потому что он, я там тоже работал, и он там работал, он хорошо ко мне относился и так далее. И вообще, почему бы не издать книжку по его расчетам? Она должна была окупиться, но она и окупилась, они все окупились. Это очень красивая изданная книга «Муравейник», это книга эссоистики и всяких политических филетонов, потому что к этому времени я уже стал довольно известный, с 90-го года я стал журналист, печатавшийся сначала в газете «Невское время», потом в «Часе пик», потом в газете «Дело», ну, каждую неделю, да, и был довольно влиятельный, известный политический журналист, писал такие политические филетоны. И вот политические, литературные я издал, назывался «Муравейник», филетоны в прежнем смысле слова. Это, как видите, ну, очень красиво изданно, просто очень красиво и старательно, и как-то так необыкновенно приятно. Ну, все то же самое, мне, естественно, никаких денег, но зато сколько-то экземпляров. Книжка разошлась, все как полагается, да. Это 2002-й, так? Потом, да уже даже почти ничего не остается, значит, потом, по-моему, это 2004-й, а это какой же год-то? Или это 2004-й? Потом через два года сразу вышло две книжечки. Одну опять издал Геннадий Комаров в маленькой серии Пушкинского фонда, где избранная эссеистика, вот она называется так, немножко вызывающе. «Нечто и взгляд», помните, у Грибоедова там, «Взгляд и нечто», как обозначение полной бессмыслицы содержания. Ну, это я перевернул слова, «Нечто и взгляд», вот такая, значит, книжечка моей эссеистики вышла. Ну, уже просто на известных вам условиях, да. Вот вышло, вышло. Мне сколько-то экземпляров, читателям удовольствия и так далее. Славы и денег никакой. Одновременно Дмитрий Целикин, у которого я работал в газете «Час пик», затеял со мной большую переписку в этой газете. Это была довольно смешная переписка. Он писал лирично, я писал смешно. Что? Ничего не сломалось? Вот. И, короче говоря, мы эту нашу переписку издали под названием «Письма полумертвого человека». Это уже он нашел какого-то на Васильевском острове, в подвале, какого-то издателя, который в основном занимался тем, что печатал листовки предвыборные. Это был его заработок. Но хотелось, вот хотелось человеку остаться в истории литературы, издать хорошую книжку. Ему понравились тексты. Вот в 2004 году, вот он издал эти книжки, письма полумертвого человека. Было 500 экземпляров сначала. Это я все время говорил, не надо больше 500, не разойдется. 500 разошлись, издали еще 500. А потом издательство, конечно, разорилось, закрылось, и больше уже ничего не было. Ну вот, а потом, еще через какое-то время, ко мне обратился человек, которого я не знал. Фамилия Кроль. Он крупный психотерапевт. И одновременно директор, издатель, изладелец издательства «Класс», который издает такую литературу по такой рабочей психиатрии. Всякие тренинги, знаете, вот как, чтобы женщина получила уверенность в себе и нашла хорошую работу. Ну, что-нибудь такое. Оказалось, что он следит за литературой, что ему очень нравится моя соистика и так далее, что он видит в ней большие, так сказать, какие-то психологические изыски и ресурсы. Он просто обратился ко мне через нашего общего знакомого, писателя Житинского, с тем, что он готов издать мою книжку. Вот так, просто сам, бескорыстно и так далее. И издал ее, вот она называется, такой способ понимать. Вот, это уже 2007-й, по-моему, да, 2007-й, издательство «Класс», такой способ понимать. Это неудобно, надо сказать, издавать книгу в чужом городе, потому что для того, чтобы, понимаете, связи страшно разорваны, только большие издательства и тоже только теперь уже могут себе позволить все-таки продавать книги, изданные в Москве, в других, скажем, городах. А такое издательство, как «Класс», ну, невыгодное. Ну, просто везти сюда, дорога-то одна чего стоит, да. Кроме того, очень затруднены деловые связи. Вот, скажем, этой книжечке, письма полумертвого человека, сколько-то экземпляров, целую пачку, значит, отвезли все-таки по знакомству в город Новосибирск. Там взял какой-то магазин и смели ее в один день. В один день. Но издатель не получил, по сей день прошло 5-10 лет, не получил, естественно, ни копейки, потому что, а как их получишь? Вот если тебе не высылает магазин, что поедешь, может быть, в Новосибирск за ними, это дороже стоит, чем те деньги, которые стоят 60 книг. Нет никаких связей, да, нет никакого правового поля, ничего этого нет. Все разорвано. Поэтому, вот, и мне очень неудобно. Эта книжка почти не была в Петербурге, и каждый раз, чтобы подарить кому-нибудь, мне приходилось, а я очень редко бываю в Москве, надо было ездить в Москву, оттуда возить пачку. Вот когда я преподавал, я своим студентам предлагал, они там скидывались, кто-нибудь ездил, и покупал там пачку таких книг, там, на Покровской улице. По-моему, они в подвале и до сих пор там лежит, потому что, опять же, оказывается, что такому маленькому издательству, ну, ему не выгодно, ему лучше ждать, когда придут вот у них в подвальчике свой магазин, ну, кто-нибудь придет и купит. Называется «Успехи ясновидения», туда ходят психиатры, рабочие, это и идет, я посмотрел в интернете, в каталогах такой эзотерической литературы, как будто я, значит, это какой-нибудь Кашпировский, да, вот, а тащиться в какой-то магазин, где возьмут сначала пачку, надо очень много документов оформлять, потом, если распродадут, возьмут еще пачку, и надо опять документы оформлять, а деньги вернут через полгода, нет никакого смысла, все сделано против этого, да, вот. Вот это последнее, там есть еще одна история вышла, у меня еще две книжки, но это не то, что секрет, но они изданы под литературной маской, которую я в данный момент раскрывать еще не хочу, то есть, вернее, одна, и вот сейчас выйдет второй томик, надеюсь, что, фу-фу-фу, да, дерево какое-то постучим, должен выйти второй томик, на тех же совершенно, на тех же условиях, хотя вот последний-то раз получилось довольно интересно, потому что какие-то люди, некоторых из которых я даже не знаю, но через мою знакомую обратились ко мне и говорят, что вот мы смотрим, вот вы издали первый том под этой литературной маской, мы знаем, что она ваша, и прекратили. А как насчет второго тома? Я говорю, у меня нет денег, они говорят, а мы соберем их. И они собрали деньги в Германии, в России, среди каких-то там вот людей, они собрали деньги, нашли издателя, вручили деньги издателю, и поэтому я надеюсь, что книжка выйдет. Вот это еще один способ, да. Сам я никогда никого, могу вот с гордостью сказать, что вот один раз я за 200 рублей сдал Малюсинскую книжечку за свой счет, но сам я никогда и никого не просил, и уже просить не буду, и заявок подавать не буду, и так далее, уж как будет, так будет. Нет, это более-менее нормальный порядок, вот в ту же азбуку надо пойти, и подать заявку, и их, а не филиал, московского там какого-то большого издательства, там начальство решит, интересует или не интересует. В общем, это, наверное, более-менее в порядке. Вот, ну, просто к спонсору, к частному ходить и говорить, что знаете, что дайте мне ваши деньги, чтобы я на них издал книжку, это для меня, по крайней мере, для меня лично просто абсолютный позор. Кроме того, зачем же я должен другого человека просить, если бы это принесло ему прибыль, если бы я был такой человек, который уверен, а есть такие люди, которые уверены, или не уверен, но уверенно говорить, что вы озолотитесь за счет моей книги, ну, надо иметь хотя бы внутреннее такое моральное для себя оправдание, знать, что ты, ну, тебя точно раскупят. Но я уже стрелянный волк, так сказать, и так далее. Вот, с этой точки нельзя. В издательство, наверное, можно было бы подать заявку, но, во-первых, я ленивый, не тщеславный, мне отвратительно писать про себя заявку и аннотацию, и так далее. И вообще, да, я такой камень, под который вода не течет. Я не качусь под ноги, как колобок, и не говорю, меня, меня возьмите, издайте, я талантливый. Ну, а как вы думаете, сейчас издательство издают ради денег, или ради того, чтобы издать какого-то достойного шоуэта? Нет, нет, там целый комплекс. Значит, все-таки, во-первых, еще раз скажу, что в основе, видимо, как правило, в основе больших, по крайней мере, книгоиздательских предприятий лежит чей-нибудь капитал, который нуждается в правильном бухгалтерском освещении. Как правило, это все-таки главное. Во-вторых же, все-таки, они набирают, даже если это бандитский капитал, то набирают, конечно, все-таки не бандитов, а более-менее профессиональных людей, у которых есть свое самолюбие и тщеславие, а также есть свои знакомые и друзья. Значит, поэтому тут довольно много, во-первых, знакомых и друзей. Во-вторых, все-таки, каждый думает, что я профессионал, я знаю, какую книгу надо издать, чтобы получить прибыль. Это, как правило, не оправдывается, но такой мотив тоже есть. В-третьих, конечно, значит, хочется, еще раз говорю, это же страсть, профессионал, издатель, ему нравится, ему хочется, ему хочется дома иметь вот эту полку книг, на которую он может с гордостью посмотреть и сказать, что я их издала, и они вошли в историю литературы. Это и у редактора, и у любого, вот я тоже всегда мечтал о гениях и так далее, и, в общем, пытался помочь каждому, кто мне нравился, мне вот есть такой почти рефлекс у издателя, вот нравящийся текст издать, издать, вот чтобы его все прочитали, да, это тоже есть, но, как правило, общая стратегия, насколько я понимаю, во всяком случае, каждый вам издатель скажет, что я, ну, кроме таких упертых фанатиков, которые говорят, что нет, мы издаем вот только такую, только высшего качества литературу, и наплевать на прибыль, да, но вообще-то, значит, в ходу такой профессиональный цинизм, когда вам говорят, что да, мы издаем 90 посредственных книг, или, да, 50 посредственных, 40 плохих, ради того, чтобы издать 10 хороших на прибыль от этих плохих и посредственных, вот приблизительно такая стратегия, ну, не надо иметь большой ум или опыт для того, чтобы ее себе построить, потому что любой семиклассник, в конце концов, тоже придет к такой, как иначе. Ходишь по улице, иногда встречается рекламу, и сдадим любую книгу, совершенно любую. Да, абсолютно. Да, абсолютно. 20 тысяч рублей книга в 220 печатных. То есть, ну, по радио, эхо Москвы, по-третьему, передают. Любую книгу, да, начиная от 20 тысяч рублей, да, надо иметь. Поэтому вот теперь даже критерии теперь довольно странные. Вот когда-то я состоял в приемной комиссии Союза писателей, много лет, между прочим, пока не... Ну, я ушел из этого Союза писателей, просто порвался с ним. Но я состоял в приемной комиссии, председателем ее был Борис Натанович Стругацкий, и мы все долго выдумывали критерии, по которым принимать. Ну, тогда это казалось важным, принимать в Союз писателей. Вот, ну, вот кто издал книгу, две книги, тот писатель. Это был основной критерий. А теперь это получается, что у кого есть 500 долларов, тот и писатель. Потому что за 500 долларов можно издать книжку. Маленькую, но можно. А за тысячу, ну, сейчас, может, подороже, там, тысяча, две тысячи, ну, 20 тысяч. Да, это как раз 500 долларов. Что-то такое. За 500, у кого есть 500 долларов, тот и писатель. Вот, и все, это все очень просто. А как вы думаете, вот редакторы, они вообще читают перед тем, как раздавать? Или они вот ради прибыли некоторые издают, чтобы... Нет, они, конечно, читают. И вот на основании чтения, каждый на свой лад, происходя из своих критериев, они гадают и предсказывают, что вот эта книжка будет иметь успех, а это не будет. Но обычно я что-то редко очень вижу. Опять скажу, что это все касается практики только вот больших издательств. И московских. А вот известные мне петербургские издательства не издают книги на свой страх и риск просто потому, что есть книга. А автор приносит деньги, либо сам, либо его спонсор. Либо сам, либо его спонсор приносит деньги в издательство. И тогда, вот, пожалуйста, так сказать, за предоплату, да, книга издается. Как правило, это только так. Ну, вот на полку сейчас очень много, так сказать, низкопробной литературы. Да. Почему, с чем это связано? Вот когда был Советский Союз, там запрещали всю литературу, и так трудно было доставать книгу. А сейчас, с ним, с инзором все дозволено. Нет, ну, во-первых, потому что вообще по самой природе этого занятия бездарных гораздо больше, чем талантливых. Как во всей жизни, да, случайных партнеров в сексе все-таки гораздо больше, чем людей, с которыми случается настоящая и тем более взаимная любовь. Ну, все в реальности, вот, все так устроено, что хорошего гораздо меньше, чем плохого, просто по определению. А издательство, еще раз говорю, оно же как велосипед, оно не может ждать только хороших книг, оно должно издавать все время. Понимаете, вот, он не может делать перерывы. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки часто во главе или в собственности, я не знаю, в общем, хозяевами, короче говоря, книжного бизнеса и особенно книготоргового бизнеса являются люди, у которых хороший аппетит, но плохой вкус. Что тоже, в общем, более-менее понятно. Им нравится, как и в советское время, издателям и редакторам и так далее. Я сквозь это все прошел с горечью, и это отдельная целая история. Но есть люди, которым плохие книги нравятся гораздо больше, чем хорошие. И очень часто именно у этих людей есть деньги и власть. Это было и в советское время, и сейчас. Поэтому так должно быть. Кроме того, кроме того, читатель тоже в очень значительной степени состоит из людей, которым плохие книги нравятся больше, чем хорошие. Ну, так устроена жизнь. Хорошая книга, она, к сожалению, она дольше живет. То есть, к счастью, она дольше живет, но она в конечном итоге набирает больше читателей. Но это по вертикали. Через 10, 20, 30, 40, 50, через 500 лет. Так набирается много. А по горизонтали 100, 1000 и так далее людей. А если гениальная книжка, ее вообще способны оценить? Из современников, как правило, единицы. Только потом, и то, если довольно скоро, если автору повезет, если, например, его в пьяном виде задушат любовница, или его убьют на дуэли. В общем, когда появляется какой-то мелодраматический, истерический элемент, вот такой, чтобы привлечь внимание, короче говоря, мощная какая-то рекламная акция должна произойти, чтобы, ну, лучше всего, конечно, умереть от пьянства. Так Высоцкий или Довлатов, вот тут тогда читатель, или Венечка Ерофеев, тогда читатель даже очень хорошего писателя способен полюбить. А так ему, в общем, больше все-таки нравятся плохие. В самом деле так. Вот, поэтому это все более-менее нормально, потому что пошлость и глупость абсолютно неодолимые силы человеческой жизни, да, и плохого всегда больше, чем хорошего, и плохое по горизонтали побеждает всегда. А по вертикали, ну, иногда, иногда. Вот, Вы читатели обвиняют часто в том, что он неразборчив, но ведь издательство тоже неразборчиво. И вот из-за этого родители. Конечно, да, и это, конечно, такое, знаете, взаимное индуцирование, потому что люди, которые, ну, так или иначе, ну, вот, особенно телевизор тоже очень влияет на это, все-таки вся политика, тем более, что мы до сих пор как, ничего же не изменилось, мы так и живем в эпоху застоя, после некоторого всплеска, да, а в такие времена вся политика властей сводится к тому, чтобы, значит, население по возможности оглупить, да, начиная от школы, да, и кончая, вот, значит, телевидением для пенсионеров, человек должен поменьше соображать, и у него должно, и вкус у него должен быть плохой и посредственно, это более-менее нормально. А вообще, вы, как вы считаете, сейчас есть цензура в результате? Или можно начать все? Любую? Ну, я думаю так, что, кроме, ну, кроме нескольких резких политических, ну, кроме вот второй и последней книжки прижизненной, например, Анны Политковской, кроме книжки Литвиненко, ФСБ взрывает Россию, кроме еще нескольких вот таких, последняя была, кажется, книжка Немцова, когда просто включаются весь репрессивный аппарат, и книга не дойдет до читателя, ни за что. Кроме всех этих случаев, так или иначе, издателя найти можно. Другое дело, что этот тираж не дойдет до магазина, магазин его, скорее всего, не возьмет, потому что, ну, вот на магазин-то уж подействовать совсем легко, да? А цензуры, как таковой, нет. Она есть внутри приспособляющегося человека, да? Внутри писателя-приспособленца. Есть правила игры, он их соблюдает и так далее. Ну, вот на полках лежит Витиликс, который издал Эксмо, и написано массово-политическое издание. Это у меня все-таки антиполитическое, так сказать, анти, не знаю, прижимное крыло. Ну, они, я думаю, что те, кто это издали, имели свой расчет, кто-то им за это, во-первых, заплатил. Во-вторых, значит, расчет тут состоит, политически она безопасная, потому что очень немногие люди купят. Вот. И, ну, и какие они там выводы извлекут? Это же огромный материал, в общем, это же, собственно говоря, для профессионалов, вообще-то. Ну, да, вот мы видим депеши иностранных дипломатов. Некоторые из них относятся к России, в них дана какая-нибудь оценка некоторых из наших политических деятелей. Ничего нового ведь читатель не узнает. Реально. Вот Политковская, ее нельзя, потому что там реально новые и реальные лица действуют. Военные преступники, вот преступления, вот они документированы, вот фамилия этого генерала названа и так далее. Ну, ее за это и убили, и Литвиненко за это убили, и так далее. В общем, кроме тех книг, за которые убивают, все остальные можно издавать, скажем так. Да, я читаю, но то есть, что значит я читаю? Те, которые есть, да, те, которые есть, их очень немного хороших книг, да, читают. Я стараюсь читать переводную литературу. Зарубежную? Зарубежную, да. Мне кажется, что, ну вот, видите, если в 19 веке, может быть, лучшая литература была, наверное, ну, в 19 веке русская и английская были самые лучшие литературы. В 20 веке самая лучшая, великая литература была американская, потому что русская великая литература кончилась, я думаю, где-то примерно к 1940 году, примерно так. Ну да, вот уже были написаны Мастера Маргарита, да. Ну, вот где-то здесь, в это время, тут все кончилось. И с тех пор не возобновлялась, если не считать. Да, нет, просто не возобновлялась. Просто были несколько отдельных замечательных книг. Вот, а зарубежная продолжалась, ну, я не знаю, вот, одно время была замечательная латиноамериканская. Сейчас, мне кажется, лучшая литература, ирландская литература. Ирландская по-английски, да. Несколько ирландских авторов замечательных мне. Ну, в общем, как правило, я читаю зарубежную, но поскольку эти книжки довольно дорогие, для меня я не покупаю книги, я их беру в библиотеке или как-нибудь еще. Одно время, когда я писал рецензии, мне доставались книги как рецензенту. В общем, не знаю, я, теперь я, главное, читаю, если читаю, то я читаю зарубежные детективы. Они не покупают по деньгам, да? Нет, это мне не по деньгам. Я независимый пенсионер. Я не могу себе позволить купить книжку. И даже, когда я вот до последних лет писал ежемесячные рецензии, все равно это был очень странный бизнес, потому что, значит, средняя книжка, даже, даже, более-менее недорогая книжка, все-таки стоила 250-300 рублей. Вот. Ну, значит, и вот надо купить 3-4, чтобы написать такой блок рецензии. Это тысяча рублей. А получаю я примерно за рублей, скажем, 800. Это какой-то очень странный бизнес. Тем более, что, тем более, что ведь книга, современная новая книга, это какой-то очень старый странный товар, да? Я знаю только одну вещь, с которой можно его сравнить. Сейчас я вам скажу. Потому что, значит, вот вы можете купить новую-новую книгу в магазине, она даже в целлофановой обложке еще, знаете, в таком запаянном, да? Вы тратите 300 рублей. Вы, предположим, вы передумали ее читать. И вы идете в расположенный рядом магазин, вот где я люблю покупать старую книгу, на 9-й линии Васильевского острова, старые книги и так далее. Идете ее сдавать. Если вам повезет, ее возьмут, новенькую, прекрасную, вам дадут 10-20 рублей. Теперь я вас спрашиваю, что это за экономика? Какая? Как это может быть? Что это за товар такой, который, значит, вот я только знаю, кроме презерватива, ничего не могу даже представить другого. Потому что, ну вот да, презерватив тоже, пожалуй, так с рук не продашь. А так, но так ведь не бывает, если она вот в этом магазине стоит 300 рублей, а в соседнем она стоит 30, то это, в общем, что-то неправильное. Значит, это какой-то совсем не настоящий бизнес. Вот. Я поражаюсь ценам на новые книги, и надо сказать, что я восхищаюсь ценами на старые книги. Если бы я сейчас был молодой, если бы я был студент, если бы я был многородний, там и так далее, вот всю эту библиотеку, которая у меня тут много, там много комнат занимает, на которую почти вся жизнь ушла, и вся зарплата, и так далее, чтобы дети читали хорошие книги в этой ужасной советской стране, и так далее. Вот все эти книжки, на которые ушла вся жизнь, которые я теперь не могу продать, потому что они стоят копейки, да, но зато всю эту библиотеку можно теперь составить за год, наверное, на просто студенческие заработки, все, то есть иногда просто слезы выступают на глаза, потому что книжки, о которых мечтал, которые не издавались, которые в спецхране были, и так далее, по философии, например, я не знаю, какой-нибудь Платон, или Шопенгауэр, или, не знаю, Макьявелли, да, Кант, да, пожалуйста, вот, вот, сколько хочешь, сколько хочешь, да, все можно купить теперь. новые, старые, не покупают, да, конечно, да, нет, наверное, не только, все же, все же интернет, так, во-первых. Как вы относитесь к этому, потому что сейчас больше все отзывы, трамвы, трамвы там, с плеером? Сам я никогда в жизни еще даже не держал такую штуку в руках, поэтому я не знаю, я не знаю, вполне возможно, что новые поколения к этому привыкнут, я к этому, в принципе, отношусь совсем неплохо, лишь бы не было вредно глазам, вот, и вообще, и к интернету, и к тому, что все можно там достать и прочитать. Я лично отношусь хорошо, хотя, конечно, вот это, ну, наслаждение, да, которое бывало несколько раз в жизни, когда ты брал в руки книжку, которую я очень хотел, да, и она, и это ощущение, что она твоя, и что ты можешь ее читать, вот, читать ее, это очень, ну, по-своему, незабываемое ощущение у людей моего поколения, вот, и так далее. Ну, но, понимаете, судя по всему, может быть, может быть, конечно, только кажется, но, судя по всему, слово вообще потеряло свою такую волшебную притягательность, и ключ утерян к тому, как войти в книжку, вот так, чтобы читать ее не видя букв, а видя то, что, значит, в ней, да, во-первых, и, во-вторых, само доверие к книжкам за последние, вот эти, в нашей стране, из-за всех этих катаклизмов, все же, тогдашний человек, интеллигент и так далее, он очень верил в книжку, и он думал, что если, значит, народ прочитает все те книжки, которые ему надо прочитать, то он не будет терпеть больше власти бездарных дураков и свирепых, да, не даст себя оболванить вот этой всей военной истерии, патриотизма и так далее, и заживет по-человечески, но, оказалось, что нет, все равно, почему-то бездарные, свирепые, лживые, значит, и хищные люди выходят в начальники и опять заставляют детей, юношей, взрослых, стариков вести себя как дураки, и ничего тут не поделаешь, и тогда зачем же читать книжки, и подсознательно, и те, кто читал, и те, кто не читал, как-то это чувствуют, зачем их читать, какой в этом смысл, не верю, никому не верю, потому что не способна культура что-то исправить в человеческой жизни, уж скорее техника, а если нет, то хотя бы, значит, давайте насладимся тем, что есть, и в частности всеми этими игрушками цивилизации, которые такие волшебные, вот, все теперь, когда-то первое интервью я давал, господи, приходило 4 человека, приносили тяжеленную аппаратуру, какие-то мужики, значит, то, все, а теперь вот, вот, мне кажется, сейчас люди вообще не верят, что могут поедать, самого Чехова, Руссоевский, был какой-то? Наверное, не верят, я не знаю, думают ли они об этом, я вот думал всю жизнь, потому что я, действительно, всю жизнь сидел и ждал, что придет гений, и в издательстве, то есть, вот, когда работал в отделе прозжурнала, и так далее, и сейчас, и как редактору, это мне было нужно, да, для внутреннего моего, какого-то, самовутверждения, возможно, и как человеку, и литератору, особенно с тех пор, как умер Иосиф Бродский, мне очень грустно жить без гения, без человека, от которого ждешь, что вот он напишет, и что-то тебе скажет, чего ты еще не понимаешь про эту жизнь, да, до сих пор, вот даже, ну, хоть кто-то хочется, может быть, это такое, интеллектуальное рабство, хочется какого-то мудреца, авторитета, гения, нового ракурса, и так далее, да, я тоже не верю, может быть, может быть, литература наступила конец, может быть. Мы про это с вами и говорили, да, он будет, чем лучше он, чем выше он будет, как гений, тем больше он встретит сопротивление, его будут ненавидеть, никто же не, ведь реально, когда к людям приходит гений, да, они не, или даже просто очень умный человек, они же не говорят себе, вот пришел очень умный человек, они говорят себе, вот пришел очень наглый человек, что он себе позволяет, да, он пишет так, как другие не пишут, а почему, и так далее, нет, и всегда непривычное вызывает же у большинства людей реакцию отторжения, поэтому, конечно, ему придется тяжело, ему придется... Как вы думаете, молодой канал, который, как вы думаете, как вы думаете, как вы думаете, заставить людей поверить, что они достаются? Ну, как быть, это же ремесло существует тысячи лет, так же и быть, человек пишет, потом кому-нибудь показывает, ищет, что найдется кто-нибудь, кто у него, кто ему скажет, хотя бы... Прежде всего, такой человек ищет другого человека, который ему скажет, брось ты это дело, или наоборот, продолжай, но чтобы поверить, понимаете, мне не дали, как сегодня, одна старушка звонила, а у нее какой-то знакомый, молодой режиссер, старушка знакомая, а он стихи пишет, а никому никогда не показывал, нужно кому-нибудь показать, но он же не может, он показывает знакомым, девушкам, не знаю, приятелям, но независимо от того, хвалят они или нет, но девушкам, допустим, нравится, ему же нужен какой-то человек, про которого он, в общем, ну, которому он мог бы так или иначе, ну, понять, на каком он свете, хотя бы, я ему говорю, вряд ли что-нибудь, я, конечно, пришлите, я прочитаю, хотя, ну, да очень трудно, понимаете, сказать, не пиши дальше, кто же возьмет на себя такую ответственность, сказать, вы гений, то есть, что-то мне не приходилось так говорить, или очень редко, да, вот, а сказать, ну, что ж, таких, как вы, еще есть несколько сот, ну, что же, да, ну, давайте, пишите, предлагайте еще, можно издать за свои деньги, в конце концов, все решит читатель, что делать, это очень старинный ремесло, человек пишет, потом кому-нибудь показывает, или не показывает, а его, не знаю, он умирает, а его вдова, или дочь, или внучка идет куда-нибудь, и где-нибудь хватается за голову, и говорит, а он же был гением, и мы не знали, да, или говорит, да ладно, по большому счету получается такая, допустим, если не брать денег, бессмысленность, то есть, издают бессмысленность, или не получают деньги еще на этом, никакого признания, никакой славы, остаются только деньги, или миллионы, или не остаются, и деньги остаются, у кого-то, по дороге, да, как правило, не у авторов, вот, они изымаются у читателей, и вот, они, как правило, не достаются автору, Они, да, это индустрия такая, они прилипают к тем, к кому нужно быть посредниками. Вот вся эта огромная посредничающая машина, она перемалывает эти деньги. Да, бессмысленно, а как вся жизнь? А жизнь других, что вы думаете? А что с журналистом? А что с актером, который сыграл все свои роли, забыт, ушел, сколько-то фотографий осталось и так далее? Все творчество на этом, да, не знаю. Возможно, иначе у инженеров, каких-нибудь у крупных технических гениев, потому что вот внедряется в производство, что-то такое, да, что-то изменяется в материальном мире. А тут, ну да, конечно, ведь миллионы же, миллионы изданы книг, а что осталось, что из них читается и так далее? Да, это счета, это счета. И человек, который на это идет, он очень, он бывает ужасно жалко, когда, сколько я таких людей повидал, которые, вот он верит, что это надо делать, что он гений и так далее. И живет с семьей в каком-то чуть ли не подвале. И, значит, и не на что купить фруктов и вообще витаминов детям и так далее. И жена сбивается на трех работах, потому что муж-то гений, он должен писать, он не должен идти зарабатывать деньги и так далее, тратить свой талант, рано или поздно его оценят. И приносятся все эти бесчисленные жертвы, а он графоман. Это страсть такая, ничего не поделаешь, да, он больной человек. Никто никогда его не убедит, что он не гений. И жену его не убедишь. И кто это будет делать? Во имя чего убеждать, чтобы он с собой покончил? Это все трагическое кровавое дело в литературе, да? Как вы считаете, в современной литературе что-нибудь представится в веках? Ну вот, оценится, конечно, в поколении? Я не знаю, с 21 века? 21? 21, наверное, но пока такой, мне неизвестно пока, что такой русской книжки, которая бы вышла в 20... Мне, по крайней мере, такая книжка неизвестна, которая имеет шанс остаться в веках. Вот, и мне кажется, что последней такой, в прозе, по крайней мере, последней такой книжкой, наверное, была поэма Венечки Ерофеева «Москва петушки». Мне кажется, что эта книга, ну, в ней есть какой-то блеск гениальности, прорывы там гениальности есть. Дальше трудно сказать, ну, может быть, мои оценки устарели. Вот, ну, опять же, и после этой Бродского, я не знаю, дальше что будет с поэзией, хотя с поэзией все-таки там поярче. Вот. Нет, в 21-м еще, по-моему, то есть, возможно, такая книга уже написана, но еще не напечатана, который светит жить дольше. Ну, во-первых, у нее должен быть... Неожиданный и захватывающий сюжет. Во-вторых, она должна быть написана... В ней не должно быть банальных интонаций, она должна давать какую-то новую, новую интонацию, да. В-третьих, она должна быть очень умная, вот, поражать неожиданным, неожиданным и убедительным взглядом на вещи. В-четвертых, она должна, вот, при всем при этом, обладать каким-то, я бы сказал, не знаю, обаянием красоты. Все равно, все равно это почему-то должно быть каким-то образом красиво. Ну, и потом это, вероятно, вероятно, это была бы очень страшная и очень грустная книга, да. Потому что она бы раскрывала нам какой-то аспект реальности, а мы же все чувствуем, что вся культура, современная цивилизация пытается между нами и реальностью поставить какую-то такую прослойку из розового стекла, чтобы мы как-то так вот жили. Ну, жили, 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 пришли, ушли, выполнили свою социальную функцию, чтобы мы не понимали, что происходит на самом деле. А это должна быть книга о том, что происходит на самом деле, какова реальность на самом деле. Она должна быть дырой в реальность, эта книга. Поэтому она должна быть одновременно ужасная и в то же время, а в то же время, поскольку талантливая, то и красивая, да. Потому что правда, сказанная абсолютными словами, она, собственно, и есть поэзия, вот так я думаю. Прекрасная иллюзия. Да. А вот недавно Музьенко на выставке в Ленадцатике сказала, что Петербург – самый читающий город в России. Это очевидение по-вашему или странно? Ну, на что ей стоит это сказать? Кто это измерял? Как это можно измерять? По какому признаку? Я понимаю, что это измеряется. А когда на следующий день Миронов сказал, что самый коррумпированный город, то такой статистики нет. Может быть, все коррупционеры там и читают. Я думаю, что все это на самом деле не так. Во всяком случае, ей-то это неизвестно. И читала ли она сама когда-нибудь какие-нибудь книжки, я лично сомневаюсь. Нет, ничего это не значит. Не бывает никаких читающих городов. Реальная статистика говорит нам, не ее, а реальная статистика говорит нам, что 60% населения в нашей стране за последние годы за год не прочитывает ни одной книжки. Двадцать, что ли, три процента, я не помню, читают от одной до трех книг в год. Ну, а там остальные, вот, процентики чего-то читают. Все, но эти люди свою статистику Матвиенко не сдают. На самом деле, наша, значит, якобы когда-то самая читающая страна, с самыми огромными тиражами и так далее, и так далее, вот, все это было ложь, потому что, вот, реальность вот эта, что 60% людей вообще не читают ни одной книги за год, не прочитывают. А зачем, когда есть телевидение, и оно бесплатное, а книга стоит денег, и пойди разберись, вон их там стоит, сколько одинаковых обложек и так далее, ярких и цветных. Зачем? Книги на день рождения дарят, на 8 марта. Сами? Ну и то, мне кажется, это в Советском Союзе было. Да, да, да.